Всем доброго дня, друзья! Рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я хочу вам продемонстрировать отчет о посевной для сезона 2024. Да, у меня уже она состоялась, как я вам и говорила, что по приезду, после того, как я приехала, первым делом взялась за это. И 2 декабря я посеяла и замочила первую партию семян. Зачем так рано? Ну, потому что эти культуры, которые долго сходят, развиваются, растут и так далее, и потом долго не цветут. В общем, ну, сами все понимаете, я вам рассказывала все в видео предыдущем. Что хочу сказать? У нас пришли морозы. Да, у нас по ночам минус 29-28, днем 26-27-25, вот так вот как бы колеблется. Ясно, сухо, снежно, красиво, но холодно. Соответственно, дома тоже так как бы прохладно. Вот видите, вот хожу даже в кофте. И у нас вот здесь вот в этой комнате, в Сашиной комнате, в квартире самые прохладные комнаты. Там вторая половина дома, она ближе к ванне с коридором, где у нас теплые полы. И, конечно, там потеплее. Так вот здесь вот в комнате градусов 21-22. У Саши, наверное, всех холоднее 21. Поэтому, конечно, я запереживала, что у меня здесь полочка-то остыла с семенами, с входящими. Но меня выручил коврик. Коврик, который еще в прошлом году я покупала в интернет-магазине «Семь семян» для очеренкования калибраху. Мне очень понравилось, как он работает, понравилось. И вот я его достала, от пыли протерла. Для тех, кто не знает, сейчас я вам покажу, как он работает. Ну, то есть вот у меня подложка сделана. И вот я просто-напросто его под подложку поместила. И посмотрите, у меня сейчас на термометре, что показывает, 27 градусов. А так вот вчера к вечеру вообще было 21 с чем-то. Я так думаю, ну, блин, затянется всхожесть-то у меня. И вот решила, значит, я, ну, повторюсь, достала, включила. И это вот как бы палочка-выручалочка вот на такой период. Еще очень хорошо с ним черенковать. Вот калибрахуа, да, например, она же очень любит теплую, вот именно что пол, да, для хорошего черенкования быстрого. Ну, то есть есть культуры, которым необходимо вот тепличные условия. И вот даже, видите, уже 28. То есть вот оно так как бы колеблется. Но больше 28 у меня не показывает. То есть можно не опасаться, что там вы что-то перегреете или сжарите. Нет, ни в коем случае. Вот 28 максимум. Я даже термометр на чистый коврик ставила, вот чтобы, ну, замерить. 28 максимум и все. Так что вот вам мой лайфхак, так сказать. Если, мало ли, у кого-то тоже такие проблемы с похолоданием в квартире или на рассадном стеллаже холодно, то вот есть такая палочка-вручалочка. Сейчас он тоже доступен к заказу в интернет-магазине 7 семян. И, если что, на минуточку до конца декабря у меня в этом интернет-магазине действует свой промокод. Промокод на 500 рублей на первый заказ. Это, конечно, не очень-то и много, но получается 20% скидка, если что. Очень хорошо. Если вы делаете заказ на определенную сумму, то вы можете получить бесплатную доставку. В общем, всю необходимую информацию я оставлю, как всегда, в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Ну, а сейчас давайте я проведу вам экскурсию. В этом сезоне я решила пиларгонию, прежде чем посеять на грунт, замочить на ватном диске. И что я хочу сказать, что я очень довольна тем, что я это сделала. Вот на третий день, по-моему, если я не ошибаюсь, у меня некоторые сеянцы сразу же дали корешки. Вот, например, вот тоже третий. Здесь три семечки были. И вот третий показал корешок. Сейчас я его перенесу на грунт. А вот пачечка, один вид, где было три семечки, он тоже у меня уже весь перенесен на грунт. А вот пачечка с профессиональными семенами, где у меня было много семян, пока не вся дала корешки. Вот они, видите, у меня еще тоже на стадии замачивания. То есть я вот каждый день просматривала. И сразу же, вот я вам сейчас покажу, вот плошка у меня приготовлена, сразу же вот семечко, которое дало корешок, я вот так вот аккуратно прикладывала в бороздку. И вот этот вот корешок, петельку я направляла прямо в грунт и вот немножко-немножко приокучивала. И вот вы посмотрите, вот у меня первый вид три семечки, который дал, сразу же проклюнулись эти семечки. Это второй вид, третья семечка здесь. И вот дальше у меня пойдут бороздки для третьего вида. Это вот я к чему? К тому, что действительно пеларгония вообще такая вот непредсказуемая красотка, может сходить вообще по-разному. Из одной пачки, видите, какое расхождение. Поэтому не знаю, конечно, как долго могут провести семена на ватном диске. Вот опять же тоже, чтобы они не закисли, не загнили. Все буду, в общем, решать по мере поступления проблем. Дальше, что я замачивала, это семена дихондры. Дихондры у меня двух видов. Зеленая, изумрудная и сильвер серебристая. И вот у меня четыре семечки, которые мне в том году присылала Ульяна. Я их решила вот так же на ватный диск сначала замочить и вообще посмотреть. И вот два семечки я уже перенесла. И вот сегодня вижу, что третья семечка наклюнулась. Так что вот сейчас, после того, как выключу камеру, первым делом возьмусь за посевы. И сейчас покажу вам, как у меня плошки выглядят на данный момент. Было у меня три бороздки. И вот два семечки, которые я перенесла с ватных дисков. Смотрю, что вот семечка показала корешок. Ну, в общем, как вы видите, несколько семечек показывает корешок. То есть вот так вот интересно получается, что все-таки на ватном диске быстрее мне семена показали корешок. Вот что я хочу сказать. Так получилось, что вот сильвер была не гранулированная, то есть чистые семечки. А вот изумрудная дихондра у меня была в мультигранулах. То есть мало того, что она была в грануле, но это еще и были мультидраже. И вы посмотрите, вот на сегодняшний день у меня вот такая. То есть изумрудная показывает даже уже некоторые сеянцы свои семидольки. А так практически вот, ну, большинство из посеянных мною гранул показывает корешки. Вот такая вот всхожесть у изумрудной дихонки. Так, эустома посеянная у меня две плошки, пока тут показывать нечего. Все там еще пока молчком. Ну, из новинок это у меня кальциолярия. Посеяла я ее рискнула в бороздке, открыто, не присыпая. Конечно же, она была гранулированная, то есть семечка заключенная в гранулку. Гранулку я немножко нарушила и опрыскала так вот как бы по максимуму. Но пока еще ничего, 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 как вы видите, семечки лежат. Немножко такие как бы разбухшие, но не показывают ничего. Далее у меня здесь есть из новинок, это изолепсис. И что я хочу сказать. Вот у меня одна семечка, вчера я смотрела, она как будто бы, знаете, ну, как бы запушилась. Я думала, что это, быть может, вот, ну, корешок. А сегодня, смотрю, пушинка как бы вот увеличилась. И я немножко ее так, знаете, зашевелила, что это оказалось, знаете, как, ну, как плесень. Вот я и думаю, что может быть это дело в семени. Но пока остальные все хорошо лежат, ничего ни туда, ни сюда. Вот одна семечка у меня что-то как-то вот закапризничала. Хотя, ну, я контролирую влажность. У меня дренажное отверстие. Тут вот на плошке, как вы видите, не совсем там прям все течет. Вот, то есть фунгицидом у меня обработан и грунт, и после посева семян я обрабатывала. Значит, складывается мнение, что это все-таки дело в семечке. Бывает такое, что и семечки некачественные. Ну, и гацания раскладывала просто поверхностно, не присыпая. И вот на сегодняшний день некоторые семена уже раскрыли свои семидолички. Ну, в общем-то, в принципе, ничего, неплохо, неплохо. Вот можно уже даже проветривать и убрать лишний конденсат с крышки. Ну, а остальные плошки, что у меня тут за плошки? Я, кстати, вот пиларгоньку с коврика убрала, чтобы здесь понизить температуру пиларгоньки. Ну, а остальное, повторюсь, все стоит, вот вы видите, вот 28 градусов, ни больше, ни меньше. У меня здесь посеяна, как я и говорила, питунья экспериментальная. Пока здесь молчит она. А вот один сеянец зашел. Это сурфиния у меня с белой окантовкой. Сейчас покажу вам. Вот, посмотрите, одна красавица взошла. По три семечки все-таки я посеяла, ну, чтобы вот понаблюдать вообще за развитием, какая будет всхожесть и так далее. Это у меня чистый воды эксперимент. А еще хочу показать вам, что у меня здесь стоят стопочки с мюленбекией. Я когда ее подстригала, у меня одна веточка обломилась. И столько было много молодого прироста. Я взяла по три-четыре молоденьких, состригла веточки и поставила, вот сделала такие теплички. Вы знаете, фу-ть-фу, все так стоит замечательно. И даже вот одревесневшие веточки я, посмотрите, вот сейчас открылся стаканчик, я присадила в плошечку и все хорошо стоит. Прям вообще замечательно. Изучаю это растение. Сейчас оно пошло в моду, так сказать. Вот, кстати, вот здесь вот что-то как будто как, немножко как заплесневело, что ли, да. Надо, наверное, проветрить, поставить, пусть подышит. Сейчас я вам ее покажу саму. Помните, я вам говорила, что я ее полностью засушила, уезжала, когда на выставку, приехала. У меня же была такая большая шапка, но по приезду меня как бы ожидала сухой веничек. Так как это просто сплошной корень, я с лета заносила это растение, очень быстро пересыхает у нее грунт. Я проливала ее биотонусом, да, опрыскивала стимуляторами роста. И вот очень хорошо, что она все-таки снова наращивает свою массу. Вот обстригла все эти пересушенные веточки и все хорошо. Так что вот буду черенковать, буду приумножать вот эту вот красавицу. Ну, а еще хотела показать, что у меня вот зацвела орхидейка, красивая, очень такого насыщенного бордового цвета, красавица. Очень красивая, очень приочень. Еще сюда принесла раненый хлорофитум, который у меня облюбовала кошка на подоконнике. Весь его, посмотрите, вот эту всю сторону поела, съела. Мне стало его жалко, думаю, нет, все, хватит. Я думала, знаете, она попробует отступиться, нет, ведь она постоянно подходила и вот, ну, как бы поедала. Я снова его принесла опять сюда под лампу и поставила, чтобы он отживал у меня, красавец. А детки обстригла и опять вот тоже их присадила, чтобы они мне дали корешки. Я рассажу, очень мне понравилось. Он у меня теперь в некоторых местах стоит, кашпошки с рассаженными хлорофитумом. Пусть прибывает, пусть растет. Вот здесь тоже два кашпо. Ой, ё-моё, что я вам хочу? О, я даже не видела. Вы посмотрите, это она, значит, запрыгнула сюда и мне его здесь поела. Только вчера еще был жив-здоров. Ядрит-мадрит, вот как? Вот как? Вот как? А вот так? Так, блин, что делать-то? Только хотела я похвастаться, что у меня красивые пушистые хлорофитумы, но не тут-то было. Ну, это вот кисленька у меня, мосенька облюбовала хлорофитум. Очень вкусный. Тут все ничего, все хорошо. Калибрашечки мои подрастают после прищипки, опушаются. В общем, единственное, конечно, вот это вот краешек, вот этот, смотрите, как заметно. Даже вот здесь плети, они такие тонюсенькие, бледные, потому что, ну, здесь край стеллажа и свет доносится вообще, ну, как бы уже, уже и вот они и тянутся туда. А здесь вот такие вот все пушистенькие, жирненькие, потому что здесь свет падает. Я думаю, наверное, сюда добавлю я вот лампу от мини-фермера, которая у меня не очень мощная, но вот я тогда в том году так делала, и сразу же растениям хватало. То есть надо добавить мало им здесь вот этого вот света. А вот пиларгошке хватает света. Она у меня даже, посмотрите, вот распустила новый бутончик. То есть пиларгонии для зимовки хватает просто и светодиодных ламп. Да, конечно, где-то вот бледнеет листва, но это я не кормила уже очень давно свои растюшки. Только вот, ну, обрабатывала и все на этом. Поэтому вот хватает, стоит все, в принципе, тьфу-тьфу-тьфу. Сразу же вот тоже видно, как реагирует на лампы та же питунька. Видите, как вот подвытянулась уже такая лист, листочки такие вот тоненькие, чуть ли не прозрачные. Вот что говорит, как меняет растение лампы. Вот видите, да, какое вот, ну, сразу же это видно, но я думаю, что ничего. Для сохранения сорта пока мне как бы, я не собираюсь пока черенковать, нормально, все хорошо. Даже вот колиусы и то, он не совсем прям такие зеленые, все нормально. Ну что же, друзья, провела вам обзор, обход, доложила обстановочку. Вот такая вот у меня сегодня будет для вас история. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что уже посеяли, что взошло, как всходы, радуют, не радуют. Ну вот у меня, например, есть немножко вот, насторожила гранулка изолепсиса, которая заплесневела. Что это такое? Надо, наверное, мне будет немножко сбрызнуть, опять же, фунгицидом. Буду заканчивать это видео, огромное вам спасибо за внимание, желаю нам всем крепкого здоровья. Ну пусть, пусть морозец постоит, все-таки поубивает все бактерии, есть у нас кофты, котлы работают, печки топятся, коврики греют, так что все будет хорошо. Зима должна быть зимой, я считаю, и морозы пусть постоят, чтобы вот прям вот все промерзло. Так что желаю нам всем самое главное крепкого здоровья и мирного неба над головой. Всего вам доброго, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока!